Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели в студии Натальи Григорьева и в начале коротко о главных темах последних семи дней. Форум «Я, гражданин Подмосковья» прошел в Егорьевском районе. Владимир Ружицкий посетил завод высокотехнологичного медоборудования в Малаховке. Объекты потребительского рынка и бытовых услуг в Люберцах проверили на доступность. Держава будет достроена. Митинг обманутых дольщиков прошел в Люберцах. Зеленая тема. Портал «Добродел» запускает новое голосование. В Люберцах провели первый фестиваль сладостей. Форум «Я, гражданин Подмосковья» прошел в Егорьевском районе. С 3 по 23 июля молодые и активные жители региона совмещали приятное с полезным. Отдыхали на базе Любляна, участвовали в соревнованиях и конкурсах, а также обсуждали проблемы Подмосковья и находили их решения. Участвовала в форуме «Люберецкая делегация». На минувшей неделе ребят навестил глава округа Владимир Ружицкий. «Я, гражданин Подмосковья!» С таким боевым настроением проводит время на форуме «Я, гражданин Подмосковья, Люберецкая молодежь». В этом году уже 200 участников из нашего округа в возрасте от 18 до 35 лет побывали на слете в Любляне. Лидерство, творчество, предпринимательство, молодежная политика, экология и спорт. Этим темам были посвящены смены в этом году. Некоторые из ребят прошли через все пять. Как это целый месяц жить без цивилизации? Ну почему? Здесь вот неподалеку есть души, у нас есть генератор, поэтому такая даже свет есть. Что здесь самое такое экстремальное, интересное и запоминающееся? Очень интересно просыпаться в 8 утра под крики «Люберцы, подъем!» и, грубо говоря, уже сразу идти на зарядку. Вот для кого действительно форум запомнится на всю жизнь. Так это для музыканта Сергея и специалиста по работе с молодежью Елены. В прошлом году они познакомились здесь и влюбились. Недавно сыграли свадьбу. «Мы сюда приехали в составе делегации от Люберецкого района на смену по предпринимательству, так как мне, в принципе, это интересно и, в общем-то, нашлись общие интересы». «На самом деле Сергей великолепно поет. У него очень хороший голос и он играл здесь нам на гитаре». Владимир Ружицкий, навещая наших ребят на форуме, поздравил молодоженов прямо во время полевого чаепития. Пожелал и дальше жить интересно и занимать активную общественную позицию. В том, что слет действительно объединяет сердца подмосковной молодежи, глава округа «Люберцы» не сомневается. «Это такие ребята, которые находятся в поиске, обязательно себя найдут. Это очень важно. Более того, здесь же съехала вся московская область. Есть возможность пообщаться, обменяться какими-то мыслями, идеями. Здесь учеба постоянно происходит в самых разных сферах». Ежедневно с 10 утра до обеда участники форума посещают лекции. Экология, психология, тайм-менеджмент и даже философия медитации. Программа разнообразная. Кроме того, на встречи с молодежью приезжают звезды спорта, искусства и политики. «У нас много промышленных центров, у нас много сельхоз, сельскохозяйственных территорий, где нужны различные подходы, различные ресурсы и, конечно же, участие молодежи в решении тех вопросов, которые стоят перед этими эмоциональными образованиями». После обеда активный отдых, шахматные турниры и творческие мастер-классы. Вот, например, эти девушки придумали проект «Добрая комната», в которую можно приносить ненужную одежду, чтобы передать кому-то другому. А если вещи порваны или испачканы, из них можно сделать игрушки. «Мы делаем куклу Просковья из Подмосковья». «А что за миссию она будет выполнять здесь?» «Хотим подарить ее губернатору Московской области». Интересно, что в этом году слет впервые проходит в форме квеста. Все, кто находится на территории форума, разделены на три команды и зарабатывают баллы. Вода, воздух, огонь – три стихии, между которыми идет постоянная борьба. Ребята участвуют в творческих, интеллектуальных и спортивных состязаниях. В конце смены выиграют те, кто сможет объединить все земли форума. Команда люберецкой молодежи уже один раз содержала победу на форуме «Я гражданин Подмосковья-2017». Во время последней смены наши снова держались в лидерах и были настроены еще раз победить. Глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий в рамках рабочей поездки посетил промышленный технопарк «Лидер» в Малаховке. Там планируется производить порядка 200 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования в год. От замысла до воплощения производства высокотехнологичного медицинского оборудования здесь начинается с нуля. В научно-техническом центре рождается идея. Затем в лаборатории инноваций специалисты приступают к его реализации. И в конечном итоге на производстве появляются уникальные цифровые рентгеновские аппараты. Некоторые из них не имеют аналогов в России. «Вот этот детектор наш позволяет увидеть то, что не позволяет, не может увидеть ни один другой детектор». Рентгеновский детектор с уникальными характеристиками. На его основании выпускаются цифровые маммографы, предназначенные для ранней диагностики рака молочной железы. На данный момент это изобретение проходит процедуру сертификации. «Начиная с этого года у нас новый лозунг. Звучит он так. «Сделано в России и для всего мира». Поскольку тот детектор, который мы сделали, то есть он уникален, это наш ноу-хау, будем продвигать и за рубежом». Здесь выпускается вся линейка рентгеновского оборудования, начиная от палатной мобильной техники до компьютерных томографов и аппаратов УЗИ. Компания размещена на территории промышленного технопарка в Малаховке. Раньше предприятие находилось в Москве, поэтому большая часть сотрудников – жители столицы. Всего на сегодняшний день здесь создано порядка 200 рабочих мест. «У нас в Люберцах, причём-то это наша гордость, у нас стоит задача, по крайней мере, вот такие бизнес-структуры развивать, современный бизнес, который позволяет создавать рабочие места, но самое главное, мы говорим такие громкие слова – импортозамещение». В год специалисты компании выпускают примерно 200 единиц медицинского оборудования. Оно поставляется в различные города России, а также в страны СНГ. В люберецких медучреждениях этой техникой пока не пользуются. Но, по словам Владимира Ружицкого, в случае необходимости новое высокотехнологичное оборудование будет приобретаться именно здесь. Безбарьерная среда для людей с инвалидностью. Объекты потребительского рынка и бытовых услуг городского округа Люберцы проверили на доступность для маломобильной части населения. Инспекцию провёл лично глава округа Владимир Ружицкий. В городском округе Люберцы проживает более 600 инвалидов-колясочников, порядка 200 незрячих и 2000 человек с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Властями региона поставлена задача – обеспечить доступ этих людей ко всем учреждениям, как социальным, так и коммерческим. «Когда мы, скажем, готовим проект на документацию на строительство любого учреждения, то ли это школа, то ли сайт, то ли это кафе, то мы ставим задачу и в проекте предусматриваем, что вот эти вопросы, связанные с обеспечением доступа, в том числе маломобильных групп населения, мы ставим задачу. Те, кто уже построен, мы просто пытаемся их призывать к совести, уговорить». Владельцы кафе и парикмахерской на Октябрьском проспекте об этом позаботились. Здесь предусмотрены элементы доступности для маломобильных граждан. Недочёты, которые были выявлены во время рейда, предприниматели обещали исправить. «Федеральный закон 419, который в последнее время действует и очень активно ратифицировал права, ну там, Конвенцию о правах инвалидов на территории Российской Федерации, он предусматривает и штрафные санкции, он предусматривает ответственность директоров вот этих учреждений. Помимо штрафа им всё равно придётся будет предписание сделать это». Программа «Доступная среда» продлена до 2020 года. Её реализацию контролирует общественность, депутатский корпус, а также правительство Московской области и лично губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Луиза Игия Зарян, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. «Держава будет достроена». Так, о проблемном объекте от застройщика «Держава Строинвест» в посёлке Красково высказался заместитель главы либеретской администрации Сергей Таневский. Его встреча с теми, кто уже несколько лет не может въехать в оплаченное жильё, состоялась во время митинга обманутых дольщиков. «Держава будет достроена до конца года. В настоящий момент проводится строительная экспертиза, потому что дом долго стоял. Оплаченная работа этой строительной экспертизы по двум корпусам». Речь идёт о жилом комплексе «Грин Сити» в посёлке Красково. С 2015 года обманутые застройщиком дольщики не могут заселиться в квартиры, потому что дом до сих пор не готов. «Пятую позицию не полностью застеклили, это то, что было сделано. И потом наш застройщик передал, он ушёл, он был генеральным директором и со собственником перешел, Куликов передал права Буренину. И ушёл в 2016 году из схемы. Квартиры нет, соответственно, в продаже, денег нет на счетах державы. Вот такая ситуация». Благодаря усилиям самих дольщиков и новым государственным программам ситуацию удалось сдвинуть с мёртвой точки. Администрации округа определены источники финансирования и подрядчики. Четыре миллиона уже выделены на установку окон, дверей, закупку части других строительных материалов. Все работы, в том числе подключение к сетям, планируют завершить до конца года. Озеленение будет сделано весной 2018-го. Вот сложнее ситуация с долгостроем Красково-Олимпийский. «Дом практически готов. Но, вы меня услышите, пожалуйста, резерва котельной, к которому он подключён, не хватает». Застройщик жилого комплекса Красково-Олимпийский должен установить в котельной ещё один котёл, но денег у него нет. Вопрос по выполнению технических условий дома будет рассматриваться на заседании суда в августе. Наталья Григорьева, Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Где в Подмосковье нужно обустраивать новые лесопарковые зоны? Популярный портал Добродел скоро запустит такое голосование. Благодаря ему муниципальные власти смогут учесть пожелания граждан и скоординировать свои действия. В частности, в Люберецком округе такой опрос коснётся реконструкции и обустройства Малаховского парка культуры и отдыха. На портале каждый желающий может проголосовать, нужно ли это делать или нет. Ещё одно нововведение Добродела. Он приобрёл другой интерфейс и стал более удобным. «Министерство государственного управления Московской области ведёт плотную работу по оптимизации портала. Соответственно, это связано с удобством, с быстротой, с временем реакции. Мы должны администрации, муниципалитет должны жителю ответить в течение 8 рабочих дней. Но, соответственно, у нас стоит внутренний контроль. Мы стараемся это делать в течение 6 дней». Нововведения в работе сайта вынуждают профильные ведомства работать более оперативно. Сначала обращение поступает в систему Добродел. Оттуда письмо автоматически перенаправляется в муниципалитет. Там его регистрируют, а профильная структура отрабатывает. После того, как всё уже выполнено или только запланировано, адресату даётся ответ за подписью официального лица, после чего он появляется в системе Добродел. «С начала года на текущий момент у нас поступило более 17 тысяч обращений. Если брать в целом систему Добродел, которая функционирует с 2015 года, это около 50 тысяч». Чаще всего жители Люберецкого округа жалуются на работу службы ЖКХ. Это примерно 30% обращений. Такое же количество писем приходит в адрес качества дорожного покрытия и благоустройства. Анна Троян, Никита Скраган и Кирилл Евгеньев. Телеканал ЛРТ. В Краскове успешно реализуется программа «Чистая вода». Модернизация и техническое ознащение водозаборного узла номер 2 обеспечивают высокое качество главного напитка. Жители посёлка могут без опасений употреблять воду из-под крана. На днях в этом убедилась наша съёмочная группа. Второй водозаборный узел в Краскове прошёл масштабную реконструкцию в 2015 году. Необходимость в этом появилась из-за низкого качества питьевой воды. Работы были проведены за счёт частных инвесторов. Благодаря модернизации качество воды выросло в разы. Сейчас ею пользуются порядка 4,5 тысяч жителей посёлка. Население довольно. Да, есть ещё определённые, как бы сказать, то, что жители говорят, что это. Но это больше связано с рядом старых коммуникаций, которыми поселение также и теперь городской округ занимается. Но само качество воды выросло. Количество жалоб населения сильно снизилось. Депутат Дмитрий Локтионов на собственном примере показал, что пить Красковскую воду можно без опасения. Она кристально чистая и вкусная. Без цвета, без запаха, но и очень холодная. Вкусная вода. Добиться такого результата удалось благодаря бурению новых скважин и установке системы водоподготовки. Перед тем, как попасть в дома, главный источник жизни проходит несколько этапов очистки. Вода поднята со скважин. Под давлением 5 атмосфер подаётся вот в эти ёмкости, вот эти 6 штук установлено. Параллельно с водой подаётся кислород, ну, воздух атмосферный, в повышенном давлении. В процессе смешивания воды и воздуха происходит окисление железа, которое выпадает в осадок. За счёт мембран, который установлен, на этот железо всё оседает. Вода проходит дальше, уже непосредственно в резервуар чистой воды. Резервуар чистой воды рассчитан на тысячу кубометров, поэтому даже при аварийной ситуации ВЗУ способен работать в штатном режиме. Кроме того, здесь установлен резервный дизель-генератор, что также, в свою очередь, обеспечивает бесперебойную подачу воды. Луиза Егязарян, Гирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Не обеспечивают лекарствами. Такая жалоба поступила на прямую линию президента от Люберецкой пенсионерки, которая является инвалидом второй группы. После этого в срочном порядке к женщине была направлена комиссия в составе представителей Минздрава Подмосковья, соцзащиты и сотрудников местной администрации. Вместе с ними в ситуации разбиралась наш корреспондент Яна Яковлева. Римма Андреевна Сереброва, в прошлом модельер, сейчас на пенсии, живет одна. Помогают ей дочь и внук-хоккеист. К своим 82-м годам женщина перенесла инфаркт. Кроме того, страдает сахарным диабетом. Инсулин получает регулярно и бесплатно, рассказывает она. Жалуется на то, что не дают другие лекарства. Аторвостатин тоже принесли. Магнил, он дорогой, и его, конечно, мне не принесли. Как инвалид второй группы, федеральный льготник Римма Андреевна имеет право на все жизненно необходимые лекарственные препараты. Однако для того, чтобы их получить, нужно взять рецепт у врача. Для этого пациентка должна постоянно наблюдаться у лечащего врача, который будет ей проводить корректировку лечения. В течение этого года она обращалась всего два раза к врачу-эндокринологу, к врачу-терапевту она не обращалась. И выписка рецептов, соответственно, не проводилась. После беседы с Риммой Андреевной стало понятно, женщина нерегулярно ходит в поликлинику за рецептами. Приобретает лекарство сама в аптеках по рекомендательному списку, который не дает права на льготы. Хотя, по словам врача, 12 мая она была на приеме и взяла рецепт. Получение лекарств в аптеке зафиксировали. Рекомендации врача-специалиста, который провел консультацию. Эти рекомендации являются советом по назначению необходимых препаратов данному пациенту. Но всегда последним словом в данном случае остается за лечащим врачом. В настоящее время этот случай взят под контроль заведующий поликлиническим отделением, которому прикреплена Римма Сереброва. Пенсионерки объяснили, что нужно ежемесячно посещать терапевта. Если больной не может передвигаться, врач придет на дом. А потом выпишет рецепт в поликлинике, где его может забрать родственник с паспортом льготника. Что делать, когда твой дом рушится? Жители Октябрьского бьют тревогу. Бараку, в котором они живут, недавно исполнилось 100 лет. Существовать в таком помещении стало уже невозможно. Из труб течет, из окон дует, а кое-где даже осыпаются стены. Новое жилье, по мнению люберчан, в ближайшее время им не светит. Крыша рушится, все гнилое, везде плесень. Вот так мы живем. Столетний юбилей. Увы, в этом доме это не праздник, а скорее печальная дата. Жилое строение стоит в Октябрьском с 1917 года. Ни разу капитально не ремонтировалось. Крыша сыпется, обваливаются и стены. Мой дом, моя крепость. Это явно не про это жилище. Жилья в поселке нет. Ждите, когда дом построят или когда очередь придет. Все. Мы вам не можем квартиру дать. Мне не нужен капитальный ремонт здесь. Мне надо новое жилье. Не новое, хотя вторичное. 78-е в очереди на переселение. Для семьи Анны Матаевой это звучит как приговор. В одноэтажном бараке нет горячего водоснабжения. Из новых труб, которые заменила управляющая компания, постоянно течет вода. Что творится здесь, как люди живут? Вы посмотрите. Это что? Она здесь вот тоже. Тут яма где-то была. Зимой здесь холодно. Батареи еле теплые. Через щели в стенах комнаты все время продуваются. А еще плесень повсюду. А что говорить о том, что в одной комнате несколько семей вынуждены и обедать, и мыться? Что тут вставить, как говорится, как помыться? Она общая, во-первых, тут тоже, эта кухня. Получается, кухня с ванной. Кому-то надо ей помыться, вот ребенка, кому-то надо кушать. Один газ, я вообще в шоке. Когда мы будем жить, как белые люди, я не знаю. Очевидно, что в этом доме хорошо живется только тараканам. В таких же условиях на Советской существует еще 15 семей. Несчастные жители ветхого здания уже более 10 лет просят переселить их в лучшие условия. Делать ремонт в таком доме они просто не видят смысла. Мы здесь не хотим ничего делать. Бушевую кабинку хотели поставить. А куда? Все рушится, все, плесень, тараканы. Опять все туда, ну как и таракан, туда залезут, не помыться, ничего. Просто руки отпадают. Писали во все инстанции, а в ответ лишь многочисленные отписки и одни обещания. Анна до сих пор хранит каждое из полученных писем от представителей власти. Здесь нет жилищных условий, тем более детям. Детям здесь вообще плесень опасно здесь быть. Почему другим людям дают, а нам нет? Вот в чем вопрос. Однако открытым остается еще один вопрос. Сколько осталось стоять старые избушки в каменных джунглях Октябрьского? Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Верните детство. Жители Малаховки просят вернуть в Петропавловский парк детскую площадку. Объект демонтировали, признав его аварийным. Будут ли ставить новую и когда, обеспокоенные родители, а главное дети, не знают. Усложняют ситуацию жалобы владельцев ближайших к парку домов на мусор и детские крики. Петропавловский парк на северной стороне Малаховки. Это одно из любимых мест отдыха местных жителей. Они создали его практически своими руками, спасли территорию от застройки. Сейчас мы добились того, что парк наконец-таки стоит на кадастровом учете, что вид разрешенного использования у него под парки, сквер и рекреационная зона. Дружно сажали деревья, цветы, устанавливали входные вывески. Проект парка даже два раза выигрывал в премии губернатора «Наше Подмосковье». Подключились к благоустройству местные депутаты и администрация. Нам была подарена старая площадка детская, которую мы здесь смонтировали на наши же средства, на свои средства собственные. И она пользовалась огромным успехом у наших детишек многочисленных. Стала, как сказать, местом проведения мероприятий, сходок жителей, концертов. Однако на месте полюбившейся детской площадки вдруг не осталось ничего. Демонтировали по жалобам жителей ближайших домов. В администрации Малаховки ситуацию прокомментировали так. Поступает очень много жалоб на добродел. И губернатору даже люди пишут о том, что эта площадка не соответствует требованиям, что она аварийная и опасная. Специалисты из нашего отдела МУП ЖКХ составили акт осмотра. И, соответственно, выводом было то, что площадку необходимо демонтировать, что она не подлежит ремонту. Но через несколько месяцев в Петропавловском парке установят новую игровую площадку, заверили в администрации. На это уже выделены деньги и идет работа по созданию ее проекта. К ней подключат и самих жителей. Что касается недовольных шумом владельцев ближайших домов, по словам заместителя руководителя администрации Малаховки Ольги Байковой, всему виной подростки, которые нарушают порядок в парке. Специально для них в следующем году там построят спортивную зону отдыха, чтобы занять их делом. В Токареве ликвидируют несанкционированную свалку переработанных нефтепродуктов. Она была обнаружена жителями деревни на частной территории. Происхождение нефтепродуктов устанавливается. Также ведется поиск лиц, которые бросили баки с маслянистой жидкостью прямо в поле. А на минувшей неделе к месту экологического бедствия пригнали технику. Первым делом вывезли емкости с опасными отходами и прочий мусор. У нас поступил сигнал от жителей деревни Токарева о том, что на опушке леса практически неизвестными лицами произошел сброс нефтеотходов. Мы сейчас все это подобрали техникой. Весь мусор увезли. Сейчас просто уже выравниваем территорию грунтом. Степень вредного воздействия нефтепродуктов крайне высока и относится ко второму классу опасности. Подобные вещества наносят колоссальный ущерб экологии, а едкий запах может повлиять на самочувствие человека. Уже вывезен весь строительный и бытовой мусор, а вместо сброса маслянистой жидкости, напоминающей переработанное масло, специальной техникой засыпали грунтом. Сброс отходов в поселке Токарева не первый. Ранее подобное здесь уже случалось, однако усилиями администрации свалка была полностью устранена. Спустя некоторое время мусор и лужи разлитых нефтепродуктов появились вновь. В ближайшее время этот участок земли снова приведут в порядок. По данному факту работает и полиция, работала, устанавливала этих людей, кто это совершил. Плюс госантехнадзор работает. Какая-то, если будет информация у жителей, мы просто будем рады, если нам кто-то даст номера автомашин, какие сбрасывают отходы, а мы уже будем принимать меры. Карина Казаева, Алексей Табаков, Томилина ТВ. Вопросы кражи интеллектуальной собственности, нарушений в сфере организации нестационарных объектов и административные барьеры. В этих и других проблемах пытались разобраться уполномоченные по защите прав предпринимателей и первый заместитель прокурора Московской области. Они провели совместный прием бизнесменов в Люберецкой прокуратуре. Что еще волнует жителей региона, узнавала наша съемочная группа. Химкинский владелец фирмы «Такси» в негодовании. За штрафы ГИБДД судебным приставом он задолжал более двух миллионов рублей. Такова накопленная задолженность по исполнительным сборам. Однако два года об этом он даже не знал. Сотрудники ведомства не связывались с бизнесменом. Каждый должен заниматься своим делом. И сознательно сидеть и ждать, когда уже человек подойдет к той черте, за которую ему уже обратно не вернуться, но это, наверное, неправильно со стороны государственных органов. Поэтому в этом случае мы их поправим. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье и первый заместитель областного прокурора разбирались и в тонкостях бизнес-проблем люберчан. И, как оказалось, у нас они чаще всего связаны с нестационарными объектами торговли. С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что облик не только люберец. Но в целом городов в Подмосковье, в населенных пунктах должен преображаться, улицы должны становиться шире. И это все понятно. Но с другой точки зрения, есть предприниматели, которые работают не один десяток лет. Вот найти ту золотую середину, чтобы и не разрушить тот бизнес. Поэтому, конечно, для люберец это очень такая, повторяю, чувствительная тема. Для того, чтобы восстановить нарушенные права и законные интересы подмосковного бизнеса, Валерий Воинов и Владимир Головнев проводят совместную работу. Ежеквартально встречаются с коммерсантами, которые столкнулись с проблемами и барьерами со стороны власти, правоохранительных органов и других структур. Такой прием – уникальная возможность предпринимателей, так сказать, достучаться до небес. И действительно, люди, когда приходят, наверное, во многом это уже, так сказать, один из последних способов решить вопрос. И это же не просто какая-то обыкновенная рядовая проблема, касаемо гражданина или просто человека. Это целого предприятия, где работают трудовые коллективы. И неважно, сколько людей работает на этом предприятии. Наша задача – все-таки помогать бизнесу. Поэтому, если на местном уровне вашу проблему так и не удалось решить, вы можете записаться на личный прием к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТА. Общий массив преступлений в Люберцах и соседних городах сократился почти на 14%. С начала года полицейские зарегистрировали свыше 2000 преступлений. Об этом и многом другом рассказал Евгений Романцев, начальник межмуниципального управления МВД России Люберецкая, в ходе очередной встречи с журналистами. За первые шесть месяцев 2017 года на территории обслуживания Люберецкого УВД совершено 2054 преступных посягательства. Около половины из них зарегистрировано по линии криминальной полиции. По словам Евгения Романцева, в этом году значительно снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Убийств стало меньше на 36%, а разбойных нападений – почти на 43%. Основные преступления остаются, как всегда, имущественные преступления, квартирные кражи. Это кражи из домов, дач, кражи транспортных средств, грабежи и разбойные нападения. Увеличилось количество вымогательств в этом году. Что касается раскрываемости преступлений, то в целом по управлению результаты повышены почти на 6%. Улучшены показатели раскрываемости причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом. Раскрываемость убийства и изнасилований составила 100%. Также сотрудниками управления в текущем году власть большая работа по выявлению преступлений по статье 322 УК. Это незаконные пересечения государственной границы Российской Федерации. То есть мы вывели более 260 преступлений, и все эти граждане привлечены к уголовной ответственности. Сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями также показали в этом году хорошие результаты работы по выявлению и пресечению коррупции. За шесть месяцев полицейскими выявлено шесть фактов взяточничества, а также раскрыто два экономических преступления, совершенных в составе организованных групп. Луиза Егиязарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Правила перевозки детей в автомобили ужесточились, а зарегистрировать транспортные средства стало проще. В федеральном законодательстве произошли очередные изменения. О новых требованиях к автовладельцам рассказали сотрудники Люберецкого отдела ГИБДД. Нововведения, которые коснулись порядка регистрации транспортного средства, значительно упростят жизнь автовладельцам. Теперь для постановки автомобиля на учет необязательно предоставлять бумажную версию полиса ОСАГО. Инспекторы проверят его наличие через электронную систему. А тот, кто зарегистрирует автомобиль через портал госуслуги, сэкономит как время, так и деньги. В Москве, даже в некоторых больших районах Подмосковья, там ближайший талончик может выдать по предварительной записи, тоже замену водительского удостоверения, через две недели, а то и через месяц. По порталу, пожалуйста, вы можете на следующий день уже записаться, прямо на следующий день. И плюс оплатиться с 30-ти процентной скидкой. Кроме того, новые правила позволяют регистрировать автомобиль с измененной в результате коррозии или ремонта маркировкой транспортного средства. Если раньше при таких дефектах автовладелец получал отказ, то сейчас эту проблему можно решить с помощью экспертизы. Автотранспортная средства с измененной маркировкой транспортных средств и номерных агрегатов в результате естественного износа, коррозии, ремонта или возвращенных собственных их владельцев после хищения при условии их индикации подлежат регистрации. А вот что касается перевозки детей в автомобили, то здесь требования сотрудников ГИБДД, наоборот, ужесточились. Теперь оставлять ребенка младше 7 лет одного в транспортном средстве во время стоянки строго запрещено. За это предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Стоянка предусматривается с тобой остановку транспортного средства на срок более 5 минут. То есть, если вы, скажем так, видите, что подъезжает сотрудник ДПС, вы находитесь рядом, он предъявляет вам требования, прошу этот пункт зачитать и сказать, что я нахожусь здесь, вот я, что происходит с ребенком, вижу, остановился я ровно 3 минуты назад. Касаемо перевозки детей в автокреслах, также произошли изменения. Ребенок дошкольного возраста, как и прежде, должен находиться на специальном удерживающем устройстве. Детей от 7 до 11 лет уже разрешено пристегивать ремнями безопасности, но при перевозке на переднем сиденье наличие детского кресла обязательно. Штраф за нарушение правил остался прежним и составляет в 3000 рублей. Фестиваль «Красок Холли» прошел в Центральном парке культуры и отдыха Люберец. В этом году это уже второе подобное мероприятие. Предыдущий фестиваль прошел месяц назад и был посвящен Дню молодежи. А теперь просто без повода. Просто потому, что лето и светит солнце. Люберецкая молодежь закружилась в хороводе ярких красок. Присоединилась к празднику и наша съемочная группа. Сотни разноцветных лиц, в небе пестрая дымка. Чтобы достать до радуги, тянут руки выше. Чтобы выразить свою любовь к ближнему, обсыпают его краской с ног до головы. Ведь это праздник Холли. Холли очень нравится. Особенно в Люберцах. Тут клевые друзья. Тут клевые. Тут все клевое. Тут очень все хорошо. Танцы до упада. Нет всем условностям, правилам светского тона и чистой одежде. Такого нигде не позволишь. Только тут. Брасаться красками и быть разноцветными. Какой цвет краски? Гранжевый. Как на голове. Краски Холли – это натуральные, безопасные порошки, например, из крахмала и пищевых красителей. Пришли они к нам, как и сам разноцветный праздник из Индии. Там фестиваль проводят с приходом весны и началом Нового года в знак торжества добра, плодородия и радости жизни. Мой человек ездил туда, увидел этот фестиваль красок, больше узнал про все. И вот сейчас мы решили сделать это в России. Уже на протяжении пяти лет мы этим занимаемся. По старой индийской традиции считается, что тот, кто больше всего испачкался в краске, будет самым счастливым и удачливым. Кажется, момент счастья настал. Ю-ху! Вот это разноцветное веселье. Еще несколько часов подряд люберецкая молодежь поднимала друг другу настроение вместе с диджеем и юными артистами из Москвы. Грустным и чистым с праздника красок никто не ушел. Сладкая жизнь для люберчан. В парке Наташинские пруды состоялся первый городской фестиваль сладостей. Кондитеры городского округа приготовили лакомства на любой вкус. Какими именно они были, расскажет наш корреспондент Анна Троян. Фестиваль сладостей – это день, когда взрослые могут почувствовать себя и детьми, а юное поколение вдоволь повеселится. Именно такой была концепция праздника. Организатором незабываемого летнего мероприятия выступило сообщество «Мама офлайн». Они уверены – участникам мероприятия можно было не бояться ни за свои зубы, ни за свою фигуру. У нас сладости без добавок, с хорошим содержанием сахара. Не так, что в килограмме зефира, килограмм сахара. Крем, суфле, шоколад, зефир, пралине, кексы, пирожные и многое другое. Главные герои фестиваля – мастера сладостей – удивили гостей праздника произведениями кондитерского искусства. Для того, чтобы насытить люберчан вкусом сладкой жизни, свои лакомства представили кулинары семи местных кондитерских и мастерских. Очень люблю сладости. Настоящий сладкоежка, по мне видно. И муж настоящий сладкоежка. Я взяла капкейп со сливочным кремом, нет, с творожным кремом. Очень вкусно. Люблю очень сама готовить, поэтому хочу здесь тоже идейки некоторые посмотреть, может быть, чтобы самой готовить. И, кстати, подчеркнуть идеи для своего кулинарного арсенала мог каждый участник фестиваля. В этот день кондитеры провели ряд мастер-классов для взрослых и детей. А еще люберчане сочиняли стихи на сладкие темы и играли. Ну, такой праздник нужен, во-первых, для семейного времяпрепровождения, для веселья, для хорошего настроения. Ну, а также для рекламы производителей каких-то сладостей там новых. Кроме того, на первом городском фестивале сладостей можно было выиграть целые наборы эксклюзивных вкусностей и полакомиться криемороженым, которое волшебным образом приготовили герои сказки «Алиса в стране чудес». Анна Троян, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Прием заявок на премию «Нашу Подмосковье» завершился 24 июня. Сейчас жители голосуют на сайте за лучший, по их мнению, проект. А мы, в свою очередь, продолжаем рассказывать о наиболее интересных из них. «Доброе сердце» — это благотворительная организация, объединяющая более 2,5 тысяч семей с детьми-инвалидами. Ее создатель — многодетная мама Люберчанка, которая решила подарить малышам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, счастливое детство. Мастер-класс по рисованию для детей на свежем воздухе, прямо во дворе. Так творчески подходят ко всем задачам в Люберецкой организации «Доброе сердце». Самое главное из них — улучшить качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья и многодетных семей. «Появление в семье ребенка-инвалида — это, как ни странно, это и горько, и в то же время это дар божий, как я считаю. И с этими детками нужно тоже заниматься. Их нужно как-то правильно за ними ухаживать, за этими детками. И родители многие, они даже не знают, что с этим ребенком делать». «Доброе сердце» работает уже на протяжении года. Здесь проводят практические занятия и лекции со специалистами для родителей. Только в Люберцах за последнее время прошло четыре больших праздника с концертной и анимационной программой, развлечениями и подарками для детей. Это «Масленица», «День матери», «Новый год» и праздник «Паруса надежды». Объединяет организация более двух с половиной тысяч семей из разных городов. «Мне 35 лет, у меня четверо детей, вот самому младшему четыре месяца. Получилось, что мужу временно задерживали зарплату на работе в течение нескольких месяцев. И получилась достаточно такая неприятная финансовая ситуация. Поэтому вот решили обратиться за помощью». «Помощь вообще разнообразная, как продуктовая, как одежда, так и для дома. Очень много детей побывали на разных мероприятиях. Театры, бесплатные кинотеатры были, потом всякие мастер-классы. Ну то есть очень много всего. Дети очень довольны». Кроме того, «Доброе сердце» два раза в неделю оказывает гуманитарную помощь семьям, которые в ней нуждаются. Всего в рамках проекта проведено более 200 раздач. «Это отдушина. Какая-то вот, ну, значимость какую-то. Вот знаете, делаешь не ради денег, а ради кого-то отношения. Видишь, благодарные лица на самом деле. Познакомилась с людьми, они на самом деле благодарны. Я как на крыльях летаю в этой организации». В планах у «Доброго сердца» еще больше благотворительных и творческих мероприятий. А самое главное – открытие здоровительно-развивающего центра для детей. Вопрос стоит лишь в том, смогут ли найти помещение. Волонтеры уже давно просят помощи у администрации и у спонсоров. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. 90 лет на страже пожарной безопасности. 18 июля в России отметили День работника Государственного пожарного надзора. Именно в этот день, в 1927 году, было подписано положение о создании структурного подразделения МЧС. В Люберецком отделе надзорной деятельности этот праздник отмечают 10 сотрудников. Наш сюжет о единственном мужском коллективе девушки – старшем дознавателе Евгении Панкратовой. Справедливая, честная и преданная своему делу – так Евгению характеризуют коллеги. На плечах у этой хрупкой девушки держится непростая работа с ненормированным графиком, бессонными ночами, резонансными случаями. Расследование причин самых сложных пожаров доверяют именно ей. Свободного времени у старшего дознавателя практически нет. Из-за этого приходится редко видеть трёхлетнего сына. Конечно, это радость, счастье, когда есть дети. И нужно уделять этому тоже большое количество времени, потому что дети растут, а мы их, как говорится, не видим, а хотелось бы большего. Но работа есть работа, мы сами её выбрали. А выбрала её Евгения ещё в детстве. С 10 лет мечтала о погонах. Это призвание досталось и от дедушки и отца. Окончив университет МВД с отличием, она сразу поступила на работу в Люберецкий отдел надзорной деятельности. За 17 лет Евгения Панкратова прошла здесь путь от младшего инспектора до майора. И это пока не всё. Девушка получает второе высшее образование в Академии государственной противопожарной службы. Если что-то случается, никто тебе не сможет помочь и столько всего сделать, если ты сам себя не возьмёшь в руки и не сделаешь всё так, как должно быть и положено. На работе Евгения – единственная девушка. На вопрос, легко ли вам среди мужчин, отвечает. С ними гораздо проще, чем с женщинами. Но есть одно «но». Но на мужчин иногда нужно прикрикнуть, чтобы они выполнили то, что им скажешь. Такое есть, это я не отрицаю. В небольшом, но дружном коллективе старший дознаватель Панкратова – не только грамотный и требовательный специалист, но и надёжный товарищ, всегда готовый прийти на помощь. Плохого о ней, конечно же, ничего не могу сказать. Не только по той причине, что она единственная девушка в нашем коллективе, а по той причине, что всегда, когда к ней обращаешься, она поможет, поддержит, всегда подскажет. Побольше выходных и меньше пожаров – самые главные пожелания сотрудников Госпожнадзора. Это и неудивительно. Свой профессиональный день коллектив Люберецкого отдела надзорной деятельности отмечает так же, как и другие праздники. Исключительно на работе. Уиза и Гязарян, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Бунтарий-новатор, человек с советским паспортом и в широких штанах – Владимир Маяковский. 19 июля отметили день рождения поэта. Мало кто знает, но именно в Малаховке началась одна из самых главных страниц его жизни. Там произошло знакомство с музой русского авангарда – Лилий Брик. При каких обстоятельствах, выясняла Яна Яковлева. Если в Малаховку приезжают поэты, значит, это кому-нибудь нужно. В начале 20 века это подмосковное местечко действительно было центром дачной культурной жизни. Но что привело сюда того, кто любил молнию в электрическом утюге и играл ноктюр на водосточных трубах? В 1915 году поэт Владимир Маяковский был влюблен. Он приезжал к гимназистке Эли Каган и тогда не знал еще, что не она, а ее старшая замужняя сестра станет женщиной всей его жизни. Лилий Брик описывает эти встречи, как все это происходило. Она была дождливыми вечерами, видимо, уже где-то в конце лета. Она была немного недовольна и настороженно относилась к тому, что ее сестра постоянно встречается с этим футуристом, с этим странным молодым человеком. Лилия ждала ее на скамеечке возле дачи под соснами. Вот так выглядел интерьер дачного дома в начале 20 века. Мебель, посуда – все из того золотого малаховского времени. И, возможно, именно на этом стуле сидел поэт Маяковский и угощался вот из такого фарфорового сервиза. Адрес той дачи, где жили сестры Каган, не сохранился. Однако существует предположение, что Маяковский, ровно как и вся творческая интеллигенция, бывал в доме писателя Телешова, ведь не мог он не удостоить вниманием знаменитые телешовские среды, на которых собирался весь цвет литературной Москвы. Сложно предположить, что Владимир Маяковский, посещая Малаховку в 1910-е годы, не был знаком ни с кем из творческой интеллигенции, кто здесь отдыхал. Находился дом Телешова близ Малаховского озера до наших дней, к сожалению, не сохранился. Сейчас здесь можно увидеть только кирпичный забор и прекрасный вид на живописные подмосковные места. Показал нам их Виктор Антонов, журналист и исследователь Малаховской истории. О драматических отношениях Владимира Маяковского и сестер Каган он написал цикл статей. И он ее катал на трамвае, это известно. Это и она сама пишет, Маяковский катал меня на трамвае по Москве. А старшая сестра, увидев их на скамеечке, ну, в общем, решила отбить Маяковского. Решила и сделала. А Эльза, Элла тогда еще, ей уступила без боя, как всегда уступала старшей сестре. Однако, отказавшись от возлюбленного в пользу Лили Брик, Элла не перестала любить Маяковского, считает Виктор Николаевич. И уже в Париже, будучи в счастливом браке с поэтом Луи Арагоном, спешила на встречи с Володей. Она была его тут проводником, помогала выбирать даже чулки для Лили. Представляете, каково ей было? А Маяковский возвращался в Москву к своей авангардной любви. К замужней Лили Брик. Оковывал себя цепями страстей и трагическим фарсом. И не было ему другого счастья. Хотя порой мечталось. В авто последний франк разменяв, в котором часу на Марсель. Париж бежит, провожая меня во всей невозможной красе. Подступая к глазам разлуки жижа, сердце мне сентиментальностью расквась. Я хотел бы жить и умереть в Париже, если бы не было такой земли Москва. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова